как правильно выбрать конечные точки плеча все время хочется укоротить совершенно верно это самое распространенное наше желание когда мы снимаем мерочки посмотрите как правило такой вопрос возникает у тех у кого нет ярко выраженной точки конечной точки плечевого шва то есть ручки поправились видите как они выглядят да плечики такие какие они есть и получается в точке перехода вот такая плавная линия то есть как бы даже ямка вместо того чтобы было такое вот красиво оформленное плечико как бывает у худеньких у полненьких женщин это плечико как бы вот так вот становится очень плоским в этом месте и поэтому вам хочется все время укоротить это плечо но в момент снятия мерочек вы старайтесь все таки его не укорачивать почему потому что давайте я покажу что бывает потому что смотрите вот я сейчас и сейчас выбрала точку p1 вот у нас . p1 да я ее выбрала все таки не укороченную мне было трудно но я нашла этот переход я как бы мысленно сделала продлила вот это плечико сюда и потом также мысленно продлила свою ручку вот сюда видите как я бы сделал я как бы мысленно сделала да и тогда моя . p1 вот куда попадает до плечико кажется расширенным но это влияет на общий внешний вид посмотрите если вы нашли точку конечную плечевого шва правильно да она обязана сама пройма это же начало проймы со стороны плечей до сюда рукавчик будем пришивать сама проймочка проходит через верхний уголочек подмышечной впадины мы его хорошо видим она не может проходить ни левее не правее тогда это будет искажение да поэтому направление дальше какой идет видите вверху немножко пошире к этой точке немножко сужается и оптические иллюзии срабатывают таким образом что дальше они сужаются к области талии то есть у вас внешний вид вашего изделия с боковыми швами задается вот такой вот перевернутой трапеции и оптические иллюзии работают так что талия при этом становится тоньше вот это очень важный момент и нужно нам его представить и понять а вот когда вы делаете эту плечо короче себе дальше вот такие вот вот так вот вы его делаете да дальше у вас оптические люди иллюзии работают так что талия видите в каком направлении идет то есть талия расширяется когда вы делаете практически вертикальную линию ну давайте я синим цветом ее проведу чтобы было ее видно далее у нас получается толстенькая широкая нам это совсем совсем не нужно то есть так работают оптические иллюзии и и таким образом на форму правильную форму нашего изделия влияет все-таки плечо в таких случаях чуть расширенное чем наоборот понимаете тогда у нас будет все на своих местах ну и конечно следом за этим возникает вопрос у нас же появилась вот здесь вот пустота пространство в точки в линии стачивания рукава с проймой в конечной точке плеча у нас появляется такая пустота и поэтому я заполняю эту пустоту вот такой вот плечевой накладочкой я ее в профиль вам рисую понимаете то есть вы делаете вот тоненькую плечевую накладку приспособьтесь раньше мы все плечики шили сами чтобы она у вас не поднимала вот эту точку около шеи да это нам совсем не нужно иначе богатырские плечи будут а только поддерживала линию проймы заполняла ее а потом рукавчик сам вы пришивать будете вот сюда так я неверно нарисовала вот так мне надо и вот это будут припуски у нас припуск на рукаве будет лежать на самой линии проймы на самом вот этом вот валики такой небольшой валик создается и этот валик поможет вам сделать линию плечей вашего изделия очень четкой очень такой вот графичной и очень правильной когда линия плечей оформляется вот так вот с примленными уголочками тогда ваш силуэт стремится к вытянутому прямоугольничку и вы кажетесь уже когда у вас линия плечей оформляется вот так овально что бывает часто в силуэтах оверсайз из рукавов рукавов со спущенной проймой то ваш силуэт стремится к овалу и тогда вы кажетесь немножко полнее пожалуйста учитывайте это когда вы создаете свои вещи чего вы хотите добиваться в том или ином случае